Всем привет! Вы на канале Скорость F1 и сегодня очередной выпуск гоночного журнала на моем канале и сегодня в видео обзор третьего этапа в Лонг Бич и четвертого этапа в Алабаме американской серии Инди Кар. Ну что ж, поехали! Финал квалификации на третьем этапе сезона удалось пробиться Розенквисту, Ньюгадену, Палоу, Херти, Росси и Грожану. В конце третьего сегмента разбил свой болит Роман Грожан и по итогу лучшее время осталось за Колтоном Хертой, а также Колтон остановил новый квалификационный рекорд трассы. Старт гонки прошел спокойно и в первой пятерке без изменений. Уже спустя несколько кругов после старта разбил свой болит Долтон Келлетт, вызывав первое появление машины безопасности в гонке. На 21-м круге в полуборьбы Розенквиста и Росси между ними произошел контакт, но если Александр все-таки отыграл позицию и вышел на четвертое место, то Феликс откатился уже на седьмое место. Но Росси не стоило особо радоваться, потому что он сразу оказался под атаками Эриксона и Грожана, и они оба обогнали пилота Андретти. После первой волны пидстопов в лидеры вышел Алекс Палоу, на втором месте Ньюгадена, Херта только третий. На 56-м круге из 85 Колтон Херта уже традиционно допускает ошибку, отправляется в стену и оформляет сход в гонке, в которой большие очки ему были обеспечены. Ньюгаден сразу же заехал в боксы и вернулся на трассу впереди остановившегося ранее Палоу и возглавил гонку. Алекс пытался вернуть себе лидерство, но безуспешно. На 60-м круге останавливается на клумбе Симон Пажино и на трассу второй раз за гонку выезжает машина безопасности. На рестарте, который был дан за 19 кругов до финиша, допускает контакт со стеной Эриксон и досрочно заканчивает гонку. А также Маркус помешал прорывавшемуся Скотту Диксону, который стартовал в 16-м, финишировал в 6-м, что является отличным результатом. Роман Грожан на более мягких шинах с красными ободками обогнал Алекса Палоу и вышел на второе место. За 10 кругов до финиша оказываются в стене Джейми Джонсон и Дэвид Малукас, и оба оформляют сход. Рестарт был дан за 6 кругов до конца, после которого Грожан изо всех сил пытался обогнать Нью-Гадена, но ему это не удалось. Таким образом, вторую победу подряд одержал Джорзеф Нью-Гаден. Вторую ступеньку на подиуме занял Роман Грожан, а третью – Алекса Палоу. Четвертым финишировал Пауэр, а пятым – Уорд. Скотт Маклоклин закончил гонку только 14-м, что позволило Нью-Гадену возглавить личный зачет с отрывом от Скотта всего в 3 очка. А третье место сохранил за собой Алекса Палоу. На четвертом этапе в Алабаме лучшее время в квалификационном заезде показал Ринус Викей. Вместе с ним на первом ряду в гонке стартовал Пато Уорд. На втором ряду Палоу и Маклоклин, а на третьем – Розенквист и Росси. Лидер чемпионата Джорзеф Нью-Гаден показал седьмое время, Роман Грожан – восьмое. А вот десятку запкнул обладатель Паула на предыдущем этапе Колтон Херта. А вот кто порадовал, так это Калу Майлот, который расположился на 11-м месте. Это лучший для него квалификационный результат за всю его карьеру в Индикаре. Маркус Эриксон 12-й, он допустил ошибку в конце второго сегмента, не дав возможности многим улучшить свой результат. А вот Скотт Диксон вновь, как и этапом ранее, не смог пробиться даже во второй раунд квалификации и остался лишь 13-м. На старте гонки Викей сохраняет лидерство. Уорд все так же второй. А вот между Палоу и Маклоклином произошел размен позиций в борьбе за третье место. Росси и Розенквист сохранили свои стартовые позиции. На 32-м круге, проводящий неплохую гонку, Калу Майлот, находящийся в борьбе с Элио Кастронавусом, допустил ошибку и вылетел на Гравий, в котором застрял и сошел с гонки, а на трассе машина безопасности. К рестарту, когда пилоты из лидирующей группы совершили свой первый пидстоп в гонке, расположились все в том же порядке. На 61-м круге два главных претендента на победу Ринус Викей и Пату Уорд вплотную заехали на свой последний пидстоп в гонке. Механики у обоих пилотов сработали достойно, и вернувшись на трассу, Пату не стал откладывать дело в долгий ящик, провел атаку на Ринуса, обогнал его и потенциально вышел в лидеры гонки. Остановившийся тремя кругами позже, Алекс Полоу вернулся на трассу на четвертом месте, позади Уордена, впереди Викея. За 15 кругов до финиша Колтон вновь поторопился с атакой на Маклоклина и отправился в разворот, и Херта финишировал в гонке только десятым. Полоу пытался преследовать Уорда, но Пата не вздрогнул, и наконец-то Патрисио одержал первую победу в этом сезоне. Второй Полоу, третий Викей. Уилл Пауэр, стартовавший 19-м, прорвался до четвертого места и заработал хорошие очки. Диксон тоже прорвался, и его усилий хватило до пятого места, что неплохо. Маклоклин финишировал шестым, а Граждан седьмым. И Роман показал лучший результат среди пилотов, которые были на стратегии трех пидстопов. После четырех этапов в личном зачете новый лидер, Алекс Полоу. Позади его в трех очках Скотт Маклоклин, на третьем месте неугадан на четвертом Пауэр. А пятерку замыкает Пата Уорд с отставанием до лидеров 30 очков. Ну а следующий этап сезона серии Инди Кар пройдет 14 мая на дорожной конфигурации Трасс Индианаполис, который будет тренировкой главной гонки сезона Инди 500. Ну что ж, ролик подошел к концу, надеюсь, вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока.